Всем привет, всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать по поводу градации места обитания неписи пиратской. То есть, где какая непись, от меньшего к большему, где можно летать на кораблях без инженеров, где непись слабая, где она сильнее, где страшнее, а где просто кромешный ужас, друзья. Ну что ж, у вас как всегда лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали! Сразу скажу то, что это применимо ко всем командирам, ко всем кораблям и так далее, но не забывайте то, что есть такой один интересный моментик в данном ПВЕ-контенте, что чем выше ваш боевой ранг, тем, собственно, и выше шанс встретить довольно сильного противника, будь то одно место, будь то другое место и так далее. Так что аккуратненько. И да, показываю исключительно на горизонтах, потому что Одиссея немножечко подлагивает, там очень неудобно было перефичивать корабль, ну и так далее. Смотреть будем на корвете, если что, фид его в описании под видео, там как раз таки видос про эту тему, как я сделал так и все такое прочее. Но по идее, эта штука выдержит все, что будет сегодня в видосе. И да, друзья, извиняюсь, стояли низкие настройки, потому что я прыгаю туда-сюда между Одиссеей, между горизонтами и так далее. Ну, в общем, красивый корабль. Всем, кто любит Ваху, я думаю, зайдет. Давайте начнем с зон добычи. Их имеется четыре различных варианта, но мы их разделим на три и еще один. Начнем с первых. Это место добычи ресурсов низкое, среднее, высокое. В чем разница? Чем выше, тем, в принципе, там будет поболее сильнее непись. Туда можно лететь, в принципе, даже без инженеров на стартовых кораблях, хоть даже на Вайпере МК-3, Кобра. В принципе, вы там сможете что-то сделать. Лучше, конечно, что-то посерьезнее. Чифтейн, Крусейдер, кстати, хорошо там себя будет показывать из-за истребителя. Ну, и так далее. Также в таких местах есть некий бонус помощь полиции. Ну, служба безопасности системы. Если что-то пойдет не так, и по вам начнут стрелять, и вы начнете стрелять, естественно, по тому, кто находится в розыске, то что? То правильно. Прилетит полиция и будет, так сказать, наказывать нарушителя. Это понятно. От низкого к среднему до высокому. Корабль, ну, получше, побольше. Побольше руденых салтов, побольше танка. И, в принципе, реально без инженеров можете спокойно там развлекаться. Но, есть еще одно место. Место добычи ресурсов опасное. Там неписенки уже могут быть посерьезнее. Без инженеров также можно. Но корабль рекомендую среднего размера и тот же самый Чифт, Крусейдер, Челленджер. Но желательно что-то побольше, помощнее. Тот же самый Крайт, тот же самый Питон. Можно хоть и на Анаконте, не в супердрагонфите. Но все же это еще реально. Но то, что дальше, там уже, ребята, нужны, к сожалению, инженеры. Перейдем к тому, что полетим в зону конфликта. Зона конфликта. Довольно интересное место. Что это такое? Две корпорации бьются между собой в плане влияния в системе. Тот, кто выигрывает, становится главным и так далее. Что там происходит? Там происходит веселье. Стенка на стенку. Непись против неписи. Но прикол в том, что там непись необычная. Есть, так сказать, боевое крыло Дельта. Довольно серьезные парни. А есть потом капитан. Он появляется не сразу. Но поверьте, если там империя с федерацией, либо империя с кем-то, либо федерация с кем-то. И там прилетает капитан на корвеце или катере. Ребята, там происходят довольно серьезные вещи. Там лучше летать, ну, действительно, крылом. Много часто летали на стримах. Довольно сложновато. И выхлоп тоже маловато в плане денег. Но хорошо поднимает репутацию с корпорацией, на которой вы работаете. Это может быть вам полезно. И давайте-ка посмотрим, что там происходит. Я не стал показывать специальную зону добычи. Потому что, ну, я думаю, вы и так знаете, что это такое. И очень часто показывал это в тестах. На реобзорах я уже такое, естественно, не показываю. Потому что, ну, незачем. Давайте смотреть. И еще, естественно, есть разделение на низкие, средние и высокие. И тут можете даже встретить Маджестика и Фрагаута. Это большие-большие корабли. В общем, прилетаем, смотрим. При подлете у нас в этом меню на циферку 2 вылезет информация по поводу вступления за ту, либо другую сторону. Пожалуйста, смотрим. Присоединимся к этой. Либо к этой. Ну, допустим, давайте вот к этой. Все. Все остановились, становятся красными. И начинается бой. Сейчас я это сделаю все, наверное, ускорю. Я не знаю, сколько это времени займет. Но это довольно забавно выходит. Вот обратите внимание, появился капитан. В правом верхнем углу вы видите количество кораблей, ну, так сказать, с ползунком. Зелененькие ваши, красненькие противники. И, ну, я думаю, понятно, что стоит зелененьким быстрее дойти до конца, нежели другим. А вот и наш, получается, капитан. Нет? Наверное, да. Давайте-ка посмотрим. Хотя, вроде нет. Он вроде подписывается. Кстати, вот-то крыло спецвойск Альфа тут было наше. В общем, давайте-ка искать их капитана. Кто-то уничтожил капитана. Я это дело ворпрустил. В общем, да ладно. Суть, я думаю, вы уловили. Кораблики здесь мощненькие, большие и так далее. Но капитан федерации, ну, на корвете, естественно, федеральный корабль и так далее, не такой опасный противник, нежели корабль Катар. Там с щитами, ребята, прям капец. В общем, да ладно. Будем считать то, что мы эту тему закрыли. Если в предыдущем месте вам было достаточно поставить себе более-менее удобоваримые резисты на щиты, там, маневренность корабля приподнять и, в принципе, можно лететь, то в следующей истории, а это именно у нас, друзья, пиратская активность, ну, угроза там уровня 6, 7, 5, тут, ребят, уже все довольно серьезно, опасненько и неудобненько. Непись здесь не то, что довольно мощная, она вас бьет даже сквозь щиты. То есть вам могут не принести щиты и принести при этом, ну, там, процентов 20-30 корпуса. Тут уже нужен серьезно подготовленный корабль и не с фитом, выданным из пальца, а действительно подобрать нечто, что-то более-менее приятное, лично для вас, на чем вам будет удобнее. Но при этом, чтобы это было еще и эффективно. Так что давайте-ка посмотрим. Касательно Неписи. Если вот в предыдущих местах, будь то зоны добычи, встретить анаконду довольно такое, типа, вау-событие и уничтожить и получить за нее много денежек, если в зонах конфликта встретить большой корабль, корабль, прошу прощения, тоже довольно, ну, прикольно, то в пиратской активности, угрозе. Ребята, тут все серьезно. Тут дофигища анаконд, питонов, фердиландцев, корабли альянса, чифы и так далее. Ну, еще вот дропшипы и так далее. Давайте-ка найдем анакондочку и на ней продемонстрируем вообще, что здесь может с вами произойти. Вон она была, я ее пропустил, как всегда. Так, вижу, 3 километра, все дела. И, ребят, не забывайте то, что уровень противника, точнее его ранг смертоносный здесь и смертоносный в зоне добычи, это совершенно разные вещи. В общем, давайте смотреть. Довольно неплохо, правда, учитывая то, что это 2 четвертых пучка. Еще заинженеринг. Проблем здесь у вас может быть довольно много. Если вы соприлетите на анаконде, то с ее маневренностью у вас могут быть серьезные проблемы, учитывая то, что вы ее сделаете очень-очень жирной в плане танка. То, как быстро ты едешь на анаконде в зоне добычи, я, естественно, покажу. Но, ребят, мне кажется, что это довольно долго. В плане того времени, сколько я стреляю. Но этот хотя бы не стреляет сквозь щиты. А, нет, стреляет сквозь щиты. 99 корпуса, между прочим, у меня. Ну, сейчас я погреюсь, увеличу свой урон от этого. И, в принципе, худо-бедно я ее быстро разберу. Но в зоне добычи это будет гораздо-гораздо быстрее. Один занимательный момент. Сейчас по мне стреляет анаконде, да? Вроде все в порядке. Но сейчас, когда прилетит рельса, вы видели цвет этой рельсы? Он желтый. Что это означает? Мудрый сверх пробитие. Если вам снимут щиты, вам не поздоровится. Эта штука довольно серьезная. Плюс у нее, видите, многословочка стреляет красненьким цветом. Значит, она тоже заинженерена на термический урон. Ребята здесь очень-очень-очень серьезные в плане вооружения. Если бы у меня был бы сейчас не корвет с инженерами в пять гаек, а, скажем, тот же самый Крайт с пятью гайками, ребят, тут было бы довольно, ну, так сказать, ну, недолго бы этот полетал. Забрал бы пару кораблей и пришлось бы, ну, реально хилиться. Естественно, встретить такого персонажа на лазерах, которые пробивают щиты, довольно сложновато, но это реально. Ну вот, по мне сейчас стреляют, я не знаю, кто именно, но видите, пробитие щитов, атака частично пробивает щиты. И было 99, уже 98% и потихонечку-потихонечку ковыряют меня. Давай-ка, Тега, я приторможусь немножечко. Главное, что по мне они все стреляли. Видите, синий лазер? Это как раз таки он и есть. Вот уже 97% у нас и так далее. А, естественно, это мне еще повезло. Бывает, ребята ставят их гораздо побольше. Я сейчас говорю именно про эти лазеры. В общем, ясно-понятно. Ну вот, пожалуйста, анаконда. Зона добычи опасная. Начинаем. Ой. Забык поставить. Гораздо быстрее, вам не кажется? Ну, с корпусом, конечно, тут по-другому немного. Но все же не забывайте, что фит на лазерах. Нет, ну отъезжает просто в разы быстрее. Естественно, нет заинженеренного оружия. Ну, может быть, оно заинженерено, конечно, не эпиститут бывает с инженерами. Но нет экспериментальных эффектов. Я, по крайней мере, не встречал. Вроде как. Если что, пишите в комментарии по этому поводу. И вот самое жесткое, что связано, друзья мои, с мобами. Это задание. Задание элитного уровня. При этом задание крыла. Ну вот, я его выполнил. Это было заказано в какой-то там тест. Давайте-ка я вам сейчас покажу, как это примерно выглядит. Бои. Убейте пилота, известный пират. Данную миссию рекомендуется выполнять, являясь участником крыла. Каждый командир может делиться только одной миссией за раз. Понятно. Эта миссия рассчитана вообще на четырех человек, друзья. И там будет у вас три цели. Главная цель, уничтожение которой завершит задание. И два ее помощника. Там обычно это Фердиланс и два стервятника. Если вы думаете то, что ваш фит хорош, рекомендую испытать его именно в этом месте. А мы сейчас вылетаем. Ну что ж, поехали. Чтобы вы понимали. У меня сейчас находится на корабле 4000 щита. Резистовый видит корпус. В принципе, пофигу. Тут он немножко неправильный, потому что летал на торгоидов. В общем, вот наша главная цель. И давайте смотреть, как долго она будет разбираться. Большие еще не вылезли, а я уже начал. При этом вы прекрасно видите то, что у него щит как бы обычный. Не призматик, не двухпоточка. Это видно по цвету. И обратите внимание на корпус. Уже 97%. Ну, довольно серьезно. Но не забывайте, как быстро разбиралась Инноконда. И как сейчас долго ковырялся, блин, Фердиланс. Естественно, конечно, маневренно и так далее. Но все же. Довольно серьезно. А вот с мелкими, ребята, проблем еще больше. И если вы здесь запустите истребитель, вам, поверьте, не поздоровится. Потому что, ну, тут будет неудобно. Они их сразу сшибают. Давайте попробуем разобрать этих соревятников. По ним бы еще попадать нормально. Как вам их щиты? Если вы летаете так же фигово, как я, возможно, вы будете разбирать их даже больше, чем Фердилан с того. Тем временем 92% в корпусу у меня осталось. Это, конечно, у нас не 4 пипки в щит. Но все же, щита уже сколько процентов? Давайте посмотрим. Ну, ровно половина. Ну, в общем, суть вы уловили. Здесь непись прям опасная, опасная, преопасная. Ну, а теперь вы знаете, друзья, где какую непись найти, где какую непись пофармить, где проверить свои фиты. Надеюсь, я ответил на вопрос, который частенько всплывал в комментариях. А у меня на этом все. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательные Light Dangerous. Я отснял для вас уже в районе 380 видосов. Там, может, 376, 378. Но в любом случае, через пару дней точно будет 380. Также, большую часть видосов, ну, нет, наверное, все-таки меньшую, я структурировал в различные плейлисты. В описании вас ждет библиотека из 21 плейлиста. Обзоры кораблей, обзоры вооружения, модулей, стражей, истребителей, блин, инженеров, материалы, данные. Все, что хотите, все это там есть. Ну, естественно, общее количество видео там не представлено. Все в общем плейлисте. Также в описании будут ссылочки на социальные сети, такие как Инстаграм, группа ВК, Дискорд-сервер и Телеграм-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеется чат, что могли общаться друг с другом по поводу различных тем из серии, ну, элитки, других игр, найти друзей, чтобы поиграть во что-то еще, ну и так далее, друзья. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.